Итак, мы с вами в студии программы подробностей, Елена Геннадьевна, здравствуйте, мы вас уже объявили, но сегодня 1 сентября, конечно же, объявляю всех тех людей, которые имеют отношение к этому празднику, вы непосредственно е, потому что у нас такой праздник получается на 1 сентября международный, международный, российско-украинский 1 сентября выходит у нас в Рязани. Давайте о рязанских школьниках начнем. Насколько успешно прошли летние ремонтные кампании у нас, мы два раза показывали ремонт в школах капитальный, вроде бы все так хорошо. Какие новости появились, какие, может быть, новые школы открываются? Знаете, вот в вашем вопросе содержится очень важный момент, на котором мне хотелось бы остановиться. А, прекрасно. Вот традиционно, когда мы готовимся и подводим итоги подготовки к новому учебному году, мы всегда начинаем с сложных средств в ремонты. И я полагаю, что это в большей степени обусловлено наследием сложных 90-х годов, после которых наши школы действительно вынуждены были. Это была основная проблема, которая была в образовании, и поэтому все отчеты возглавляла именно эта тема. Сейчас, вот после трех лет модернизации, мы с вами должны просто признать, что с такой насущности эта тема все-таки в массе своей сошла. Наши школы стали совершенно другие. Наши школы стали и внешне другие, и хочется надеяться, что и внутреннее их наполнение сейчас тоже начинает меняться. И вот сейчас, вступая в новый учебный год, мы в большей степени, конечно, в системе образования говорим уже о содержании образования, о тех задачах, которые стоят перед образовательными учреждениями. Но вместе с тем, давайте признаем, что проблемы в том числе инфраструктурные у нас тоже сохранились. И вот вы так тоже легко сказали, может быть, новые школы. А может быть и новые школы. И в этой связи, я вам просто назову одну цифру, в Российской Федерации в этом году открывается всего 50 новых школ. Во всей Российской Федерации. И наш регион в числе регионов, где открываются новые школы. Эта школа открывается в Михайловском районе, в Грязном, и эта школа на 170 ученических мест. Это действительно для региона очень важная стройка, скажем так. При всем при этом, после серьезнейшего капитального ремонта, можно даже сказать, после реконструкции, основная средняя школа в Ермише, это центральная площадка. Более того, в этом населенном пункте это одна единственная школа. То есть, можете представить, что все школьники придут 1 сентября совершенно в новые здания школы. И у нас продолжаются строительные работы, мы очень рассчитываем, что следующий год у нас тоже в этом плане будет таким продуктивным. И продолжится строительство школы в Ряжске и школы в Кадами. То есть, налицо такая ситуация, что вопросы капитального характера решаются на очень серьезном уровне. И мы вообще можем говорить о том, что в Российской Федерации мы выглядим очень хорошо. Ну что ж, поздравляю вас, поздравляю нас, вернее, всю Рязанскую область. И, как говорится, дай бог, такие же тенденции и дальше, чтобы прослеживались. Второй вопрос. Итак, у нас увеличилось, вот о чем я начал, количество учеников в регионе. Украинские дети, дети-беженцы, конечно же, к ним внимание особое сейчас. Итак, сколько мы приняли детей школьного детсадовского возраста, как они у нас все, так сказать, распределяются? Ну, тоже давайте порадуемся за нашу систему образования. Да, готов. У нас 600 новых первоклассников. Вернее, не то, что 600 новых, неправильно я сказал, на 600 больше, чем было в прошлом году. На 600 больше. Это говорит о такой хорошей демографической тенденции тогда, 7 лет назад. И сейчас вот этот результат мы ощущаем. Поэтому плюс, по сравнению с прошлым годом, 600 первоклассников у нас добавляется. И в их числе, если мы говорим вклад граждан Украины, которые прибыли в эту цифру, то чуть больше 40 первоклассников граждан Украины вот в этом числе у нас есть. А что касательно в целом, вот я уже говорила, на данный момент у нас около 3000 граждан Украины на территории региона прибывают и почти 900 детей. И вот из этих 900 детей в образовательные учреждения с 1 сентября у нас пойдут больше 300. Это самые последние новые данные. Да, это последние данные, но мы в любом случае с вами понимаем, что у нас и новые граждане прибывают, и этот процесс у нас еще будет продолжаться. В образовательные учреждения дошкольного образования мы тоже записываем ребяток, и чуть больше 70 человек у нас уже определены в детские сады. Но основной все-таки упор мы сейчас делаем на образовательные учреждения. И задача здесь стоит очень важная даже, ну, во первую очередь, конечно, адаптировать к школьной программе, но и адаптировать вообще. То есть вопрос социализации является очень актуальным. И эта задача стоит и перед директорами школы, перед классными руководителями. Задача – объяснить этим ребятам, нашим ребятам основные какие-то вопросы с тем, чтобы минимизировать вот это время притирок друг к другу, с тем, чтобы максимально быстро адаптировать ребят к нашему и образовательному процессу. Ну да, они из такого стрессовой ситуации прибыли к нам и в чужую страну. Собственно, не чужая страна, а в другую страну, скажем так. Ну, вот, конечно же, это очень важно. Какая поддержка со стороны региональных властей была оказана семьям переселенцев вот с ребятами-школьниками, ну, чтобы их подготовить в свое время? То, о чем вам может... Ну, тут, знаете, тут, опять же, в свете того, о чем мы с вами прежде говорили, тут можно подумать, с одной стороны, поддержкой им, с другой стороны, в любом случае, и поддержкой самой образовательной системе нашей. Поскольку без того, чтобы понять, кто придет в школу, было бы очень сложно. Поэтому во всех муниципальных образованиях были организованы при образовательных учреждениях адаптационные центры. И задача их была не просто записать ребят, но проверить их уровень знаний, проверить в том числе и уровень их обучаемости, чтобы понять, в какой класс их направить, с тем, чтобы составить программу обучения. И эта программа для каждого из них составлена, она учитывает групповые занятия в классе и обязательно учитывает индивидуальные занятия. Вот эта работа проведена, она требовала согласиться с очень больших усилий образовательных учреждений. Да, и вот в этой связи мы можем говорить о том, что о дальнейшей работе мы должны понимать, как эта программа будет выполняться, возможно, необходимо будет ее корректировать, и это уже на ответственность конкретного образовательного учреждения. Что касательно таких элементарных бытовых вещей, мы сами, как родители, тоже понимаем, что подготовка в школе – это такое ответственное очень время не только для школьников, но и для их родителей. Голокружение какое-то просто. Поэтому, конечно, родителям украинских детей мы оказали всяческую помощь. Я могу с уверенностью заявить о том, что они обеспечены бесплатными учебниками, обеспечены всеми предметами школьных принадлежностей, школьной формой. Согласно тому образовательному учреждению, где она принята, в каком формате, мы сделали максимально для того, чтобы они не отличались от российских школьников, чтобы минимизировать возможные, в том числе, конфликтные ситуации. Ну, им осталось только подружиться с нашими ребятами и, может быть, скорректировать какое-то движение по школьной программе, если то потребуется. Очень хорошо. Теперь, если возможно, про дошкольные наши учреждения, потому что с ними у нас всегда какие-то вопросы возникали с детскими садами и с их количеством. Насколько готова база детских дошкольных учреждений к началу учебного года, ну и также в контексте украинских наших друзей? Знаете, я тоже очень рассчитываю на то, что уже в следующем году, готовясь к новому учебному году, мы с вами с повестки дня вопросы нехватки мест дошкольных образовательных учреждений тоже сможем принять с повестки дня. Вот хотелось бы это загадать на предыдущий сезон. Но в любом случае у нас есть уверенность в том, что в этом году, до конца этого года, хотя по указу президента у нас еще есть целый календарный год на исполнение этого указа, но уже до конца этого года дефицит мест для детей от 3 до 7 лет в Рязанской области будет ликвидирован. И это очень серьезный вопрос. Почему я и говорю о том, что есть надежда, что в будущем у нас эта проблема не будет такой острой. Хотя в любом случае остается вопрос для детей до 3 лет, но здесь уже, я думаю, что необходимо будет и привлекать силы работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы ценные сотрудники максимально быстро выходили из декретного отпуска по уходу за ребенком. И тоже создавали в своих предприятиях какие-то группы по уходу с тем, чтобы у нас наши женщины могли максимально быстро адаптироваться к работе, если они этого хотят. Тут, знаете, нужно искать очень тонкий баланс, мне кажется, потому что и ребенку нужно внимание родителей, и мама, конечно, желательно, чтобы до 3 лет с ребенком занималась. Но вместе мы понимаем, что экономическая ситуация в семье может быть разная, и в данном случае, конечно, наша задача создать эти условия. Поэтому самый главный муниципалитет, где у нас еще сохраняется дефицит мест в детские сады, это город Рязань. И с вводом до конца года новых детских садов после реконструкции мы рассчитываем, что эта очередь будет ликвидирована. Вот здесь такая у нас серьезная тоже тема. Что касательно того, как мы принимаем граждан Украины в детские сады, то у нас все достаточно просто. Во-первых, это если есть потребность, то есть если родители трудоустроены, и, соответственно, у них есть такая необходимость устроить ребенка в детский сад. И в том муниципалитете, где нет очереди. Если очередные существуют, то мы их ставим на очередь в порядке электронной очереди, которая у нас абсолютно прозрачная проверяется, они точно так же на общих основаниях будут устроены в детские сады. Большое вам спасибо. С зрителям, напомню, вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»